А теперь второй вопрос, который тоже не менее интересный, хоть он и берет много времени на ответ, но думаю, он действительно принципиально важный. Почему светлые силы не помогают русам, как темные помогают своим слугам, серым? Как? Почему не помогают? Во-первых, пока была ночь сворога, вы знаете, да, земля территориально находилась в пределах темных сил. То есть, если бы открыто кто-то прилетел на корабле и начал действие бы извне, то это было означало новой галактической войне, ну, разница в том, внедрение на чужую территорию. И связано это тем, действительно, что наша планета находится на рукаве, одном из рукавов нашей галактики, которая при вращении периодически попадает в пределы, так сказать, пекельные, как наши предки писали, славянские века, пекельные миры, то есть территории, которые контролируются темными силами. И на их территории, естественно, открыто действовать никто не мог, потому что иначе это означало звездной войны, которая бы грозила гибелью многим цивилизациям. Как вы понимаете, такого, так сказать, светлые тоже не могли допустить. Это первая причина. Вторая причина. Для того, чтобы действовать, необходимо, чтобы люди, которые были отброшены катастрофой 13 человек назад на уровень камня века, поднялись эволюционно до определенного уровня. Иначе, если принести сейчас все наготовненькое, но представьте себе, вот сейчас у вас появляется скатер-самобранка. Скатер-самобранка, правильно? Или, как вы имели, печь. Или там, допустим, кувшини, из которого вы доставляете деньги, сколько хотите. Вот скажите, что вы делали в этой ситуации? Вы бы трудились в поте лица своем? Кто бы трудился? Единицы поднимает. Честные люди. И, к сожалению, понимаете, пока труд не станет потребностью человека, но желательно, труд должен быть творческий. А творческий труд может быть любой. Вот такие блага придут тому, что даже хорошие люди станут паразитами. Правильно? Скатер-самобранка, хочу красные икры, хочу черные икры, хочу баклажаны. Помните, Василий Васильевич меняет профессию, помните, да? Импортная, столичка, заморская, да? И такая маленькая ложечка. А черные стоят канистрами, да? Вазами, тазами. Хочу это, хочу это, хочу там амаров, кальмаров и так далее. Все тут же появляется. Или отвези, сделай мне это, сделай мне это, хочу дворец, построю дворец. Хочу это, хочу жену красавицу получить, получи красавицу. Хочу царство, царство. Ну, если каждому дать по царству, где столько царства набрать? Надо расширяться, да? Потому что планета, она все-таки не такая большая. Особенно сейчас, когда больше 6 миллиардов, если каждому хотел по полцарства дать, это уже получается более 12 миллиардов царств. А, извините, а в царстве должно быть население, которое должно работать и так далее. А если каждый будет царем в полцарстве? Конфуз получается, да? Так и получается, что, понимаете, пока труд не станет для человека потребностью, давать ему что-то другое нельзя. Потому что сейчас многие люди идут на работу не потому, что им хочется идти, а потому что надо. Проблема только в том еще, что, конечно, оптимальный вариант был, чтобы человек делал то, что его душа лежит, правильно? Но для этого человек должен реально видеть себя, понимаете? То есть, вот хочу быть, там, к примеру, морской, да, к примеру. Ну, или владыкой морской. Все. Но для того, чтобы быть владыкой, нужно быть не только на словах, а по сути иметь качество и принять и уметь нести ответственность за то, чтобы быть владычицей или владыкой морским, правильно? И, понимаете, вот могу сказать следующее. Я в своей жизни, мне приходилось делать очень много вещей. И кирпичи класть, и косой косить, и так далее, и так далее. И для меня любой труд не является каким-то чем-то. Я всегда старался находить в нем какое-то троческое начало, потому что мне было интересно. И потом, когда, к примеру, брату помогал, еще мальчишка, помогал, допустим, выкладывать кирпичом в подвал, или палубку под дом строили, заливали бетонную палубку, кирпич, ну, выкладывал, в пол кирпича выкладывал подвал ему. Потом отец мой, строитель, приглашал работ, ну, каменщиков профессиональных. Они спрашивают, а сколько лет твой сын кладет кирпичи? А я только первый раз взял кирпичи в руки. Ну, я, конечно, видел, как кладут кирпичи, но одно дело видео, а другое дело. И когда я клал, я хотел сделать, чтобы было красиво было, чтобы все было аккуратненько, ровненько, и так далее. И получилось, почему, неплохо. Оказывается, что я, оказывается, сделал, как мастера делают. Почему? Потому что я вкладывал в эту душу. И косить приходилось. И потом у нас, мы в сентябре работали, когда мы приходили косить, парень из села был, работал. И он говорит, слушай, я, говорит, сельский, но ты косишь классно. Ты где, учился, что ли? Ну, учился. Несколько раз косой въехал в землю. Знаете, когда косишь? Кто-то косил, знает, да? Не один раз, могу сказать. А мне хотелось так добиться, чтобы коса шла хорошо. Нужно почувствовать момент. И потом, когда я нашел контакт с косой, почувствовал, как ее двигать, как нужно действовать. И размах у меня, как понимаете, метр на три с половиной. Ну, понимаете, рост у меня-то два метра. И я обгонял всех и вся, хотя не сельский житель. А почему? Или на заводе работал, идиотской работал. Просто я находил в себе изюминку. И мне было неважно, какую работу делал. Мне было интересно, а смогу я с ним справиться? Могу сделать это вот так? Понимаете? Вот такой должен подход быть. И тогда любая работа будет приносить радость. И любая обструганная доска, ребенком, например, когда ты ее обстругаешь, когда она становится гладенькой, ты приведешь рукой, и тебе приятно, что вот шершавая доска, которая была, превращается в гладкой, и ведешь рукой и гладкой, и так далее, и приятно. Понимаете? Вот такое отношение к труду должно воспитываться во всем человек. А когда человек идет на работу как на каторгу, какое у него развитие может быть? Какое движение вперед? И двигаться можно не в зависимости от того, какую работу ты делаешь. Потому что, но все хотят, мне приходилось беседовать с одной женщиной, и она говорит, вот, я вот хотел бы добиться чего-то. Я говорю, ну это прекрасно, но почему вы не можете ориентироваться на то, что вы конкретно, максимально, например, всем, поднимите, кто может взять в руки карандаш, цветной, любой, все могут взять в руки? Ну, все, кисточку, да? А теперь скажите, все смогут нарисовать картину, как Ремрад, Микеланджело, он тоже рисовал картину, между прочим, не только скульптуру делал, Рафаэль. Все нарисуют? А теперь скажите, если человек взял карандаш или кисточку в руку, и не получилось, как вот так, стоит ли ему всю жизнь гробить для того, чтобы продолжать это делать? Скажите, стоит? И потом быть обиженным, что вот я не стал великим. Так может человек, если бы занимался другим делом, в котором душа и лежит, и талант есть, человек мог бы стать великим, правильно? Но он себе вбивает в голову, что я хочу быть именно в этом направлении и действовать. И к тому же, если человек, просто я всегда говорил, каждый человек должен, когда он делает что-то, вкладывать в то, что он делает, максимум себя. На сегодняшний момент, завтра он может больше вложит. Но вот на сегодня вложить всего себя. И не важно, что он делает, табуретку или вырезает, как говорится, из красного дерева что-то такое, или картину пишет. Важно, чтобы человек сделал вылаз полностью в то, что он создает на данный момент. Вот таким образом воспитывает творческий подход, творческое начало. А творцом не стою, вот так вот сразу, вот я, человек думает, вот я просну, усну и завтра проснусь творцом. Еще посплю. Ну, не получится. Тоже творец возникает с любой мелочи. Как человек делает любую вещь, любое действие свое, как он к нему относится. с трудом, с любовью к труду относится, к тому, что он делает, или просто как каторгу исполняет. И когда человек подходит к каторжным работам, то он никогда не станет творцом. Потому что он уже определился как раба. Вот я раб, я должен каторжно работать. А ведь не важно, что вы делаете, я говорю, я не просто говорю, потому что действительно мне приходилось класть кирпичи, косить, много чего. И на токарном станках работаю, много чего приходилось делать. Не только книжки писать. Вот. И для меня лично всегда было интересно именно получить, добиться. А смогу ли сделать так? А могу, чтобы это красиво было? А могу сделать, чтобы это было не хуже, чем другие? А могу сделать лучше, чем другие? Мне не важно было, что мне это скажут. для меня самого было важно. Может, поэтому немножко кое-что удалось добиться. Поэтому пока люди не выживут из себя раба, вот в таком варианте, помощь оттуда мало что поможет. И еще третий момент присутствует тоже. Как, допустим, ну что, прилетят сюда? Ну прилетят и что? Они знают жизнь здесь, которая происходит? Знают кто, что, чему? Нет. Для того, чтобы помочь, нужно знать изнутри, как вот, кажется, каждую, кажется, крупицу жизни, чем люди живут, как они живут и так далее. Просто приехав, как вот, ну даже представьте себе, вы приедете даже в другую страну, особенно если она резко отличается по, ну, к примеру, по эти дебри амазонки и найдете племя, которые живут на уровне каменного века. У них там всего 500-600 слов в обороте на все, плюс про все. И вы приедете своими представлениями, своими привычками и будете их учить жизнь. Получится что-то? Не зная языка даже. Получится что-то? Конечно, нет. Поэтому, так сказать, светлые силы, во-первых, никогда не оставляли планету Земля, так сказать, без своей помощи. Просто многие из них просто приходили в сельские тела, заведомо зная, что они будут ограничены своих возможностей, что будет блокировано очень многое, с тем, что они могут и умеют. Это жертвы шли. Пытались действовать. И многие из них были уничтожены физически, потому что, так сказать, противники не ждут, пока их размажут. Действовали, действовали. Некоторых люди знают имена. Большинство их никто не знает. Но это не значит, что они не действовали. А некоторые, кого знают, допустим, того же самого Радомира, которого все знают под именем Христом, да? Христа. Из того, что он делал, все извратили, и то, с чем боролся, повернули против него же самого, то, ради чего он боролся, и сделали оружием, чтобы превращать рабов в те люди, которые он пришел освобождать от рабства. это худший вариант, это худший вариант, между прочим. Потому что изумительный человек, который пришел и действительно боролся и многое сделал, его, как говорится, извратили, превратили в оружие уничтожения миллионов и десятка миллионов людей по земле. С именем Христа сколько людей было уничтожено, вы знаете, да? И разве это религия, которая, если человек верует, он должен добровольно прийти к вере, если на это пошло. Вернее, не к вере, а к религии, потому что вера переводится как просветение знания. Там никакого знания нет. Так что, поэтому, вот основные причины на самом деле, почему светлые действуют, просто есть многие нюансы, которые нужно учитывать, чтобы понимать, что к чему, почему. И то, что уже 13 тысяч лет назад они вмешались, чтобы не позволить, чтобы полностью был уничтожен планета, это тоже говорит о том, что они действуют. Просто они спасли все, что могли в то время. А дальше за нас, как Вовка в 39-м царстве, помните, мучилим? Двое из Ролца. Вы что? И есть, будьте за меня. Ага. Помните, да? Так вот, за нас, кроме нас, никто ничего не сделает. Если мы сами не будем трудиться, если мы сами не будем честными, если мы не сами будем бороться несправедливостью, и каждый думает, а вот если буду бороться, мне по башке идут, я потеряю работу. Все равно терять работу. А вот могу сказать следующее. Член движения из Камчатки, у нас есть человек, которого уволили с работы, в частности, из-за того, что он в движении участвовал. Ему было тяжело, но он продолжил работать по делам движения, и так далее, и так далее. И действительно разоблачал местные власти, просто делал грамотно. Он не просто приносил, я просто с ним связывал, ну, он координатор второго уровня на Дальнем Востоке, кто знает структуру движения, что это означает. Вот я писал там сообщение или говорил, когда приезжал, говорю, вот нужно здесь вот так, так, так. Он не только приносил бумажку прокуратуру, которую возьмут, посмеются и выбросят в мусорный ящик. Он такую же бумажку выкладил на интернете тут же. И через некоторое время уже несколько чиновников уже уволены и угловные дела против него возбуждены. И его восстановили на работе уже. И как вы думаете, после того, что восстановили на работе, он что будет делать, как те, взятки брать, воровать? Нет. Он будет бороться с этим так же, как бороться раньше. Только теперь уже его не посмеют, он знает, что он может и отпор дать. И отпор грамотный, когда, понимаете, когда человек считает, что власти к царю-батюшке придут, да, и царь-батюшка все разрешит. Пишут начальству, письма разоблачают и ничего не происходит, а проблема только возникает те, кто пишет. Одно дело клевета, анонимки клевета, а другое дело, когда действительно идет преступление совершается. И вот когда действительно это становится гласностью, когда, пока интернет еще не закрыли, да, вот на интернете выкладывал и благодаря этому им невозможно было замолчать все это. И он очень много добился. И теперь будет еще больше дальше работать. И вот когда такие действия происходят, когда человек не пугается, продолжает бороться, он побеждает. Вот он, пожалуйста, даже один человек на своем месте боролся, и у него было тяжело, когда уволились с работы, зарплата не платится, знаете, да. ему было тяжело, у него семья, дети, но тем не менее, он не сдался. Конечно, если нужно было, мы помогли, потому что наше движение существует не только для того, чтобы делать, делать, но помогать друг другу в тяжелой ситуации. Мы помогли, но не возникло непонятно, потому что он действительно смог выстоять и довольно-таки быстро, потому что эффективно действовал и победил. Когда-то небольшая проблема, но по крайней мере на Камчатке браконьерам будет уже очень тяжело. И чиновник, он приезжает туда для того, чтобы икру вывезти тоннами и так далее, и так далее. Понимаете? Вот вам, пожалуйста, пример, когда человек, несмотря на то, что у него проблемы возникают, продолжает бороться. Если он делает грамотно и правильно, заметьте, грамотно и правильно, у него есть большая возможность победить. Только если это один человек, а представьте себе, будет много людей делать. Как вы думаете? Будет гораздо больше пользы. Поэтому вот насчет того, что почему не прилетают, почему не помогают, и прилетали, по-другому только прилетали. Это не так помпезно, как садится, красная дорожка выкладывается к самолетам. Или как в том анекдоте про Чукчи, знаете, было? Бедные Чукчи, но никто хороший. Сидят два Чукчи на берегу Ледового океана, летит в самолет, один полчаса сидит, видно, правительственный самолет полетел, другой через полчаса, неа, когда правительственный самолет сбоку почетных скоростных мотосклистов. Так вот, так и здесь. Пока человек не действует, пока он ничего не будет, а когда прилетает, никто не прилетает вот так, типа вот почетным с крестцем с боков, понимаете? Красную дорожку не будут выстилать, потому что те, кто прилетит, не скажут, что вы, голубчики, идете правильным путем, все идет хорошо, понимаете, да? Они скажут, вы что, фонарели, если привести на русский язык? Вы что, лапшу всем на высшую вешать? Что вы творите? Вас на пушечный выстрел к вас нельзя допускать. Какая вы, к черту, элита? Элита – это те, кто, в первую очередь, интересы своего народа, своей страны, своей планеты ставит выше личных. А у вас личные интересы. На первом месте все остальное не имеет значения, да? Разве это элита? Нет. Поэтому элита делает все возможное, чтобы люди думали, что мы одни на этой планете и во всей Вселенной. И главное, не вылезет даже за пределы Солнечной системы еще, да? Но уже утверждают, что во всей Вселенной жизни нет и не может быть, потому что мы так хатым. Ну, подумай только, логично. Чем такому отличается Земля, чтобы она была исключительной планетой во всей Вселенной? Для того, чтобы сказать, что исключительная, ну, нужно хотя бы облететь, ну, по крайней мере, пару миллионов планет как минимум, да? Как минимум. Ни на одной планете даже еще до Марса не добрались, да? Еще не побывали. Но уже делают выводы, что жизни нет и не может быть. А почему такие выводы делают? А потому что тогда очень легко прикрывать свои, как говорится, преступления, что нам не с кем сравнить, мы идем своим путем процесс пошел, куда ты и все. Потому что не с чем сравнить, правильно же? Не с кем предупреждать. Вот та цивилизация прошла таким путем, а в космосе миллиарды цивилизаций. Различия не только гуманоидные, и гуманоидных много очень. Миллиарды цивилизаций, и не все хорошие, между прочим, но далеко не все плохие. Но это вопрос несколько другой, но тем не менее. А то, что человек современный не с этой планеты в любом случае, есть множество фактов, которые невозможно замолчить, но тем не менее молчат. Что вот мы здесь, мы проезжали обезьяны. И ничего подобного. Конечно, когда-то на какой-то планете наши предки произошли существ подобным обезьянам. Совершенно верно. но вопрос скажите. В Африке наши предки живут, да? Современные представления, да? Шимпанзе, гориллы, аргунталы. Но, особенно, аргунталы очень на нас похожи, да? И гориллы. Ну, просто копия нас, да? Ну, вот как раз вопрос хотел сказать. Они живут в Африке в основном около экватора, где, в принципе, не холодно, правильно? Ну, почему-то за многие миллионы лет эволюции они от шести не избавились. Ну, по крайней мере, в основном белый раз всегда жило на севере, да? Ну, последние, по крайней мере, тысячи лет, где холодно. Извините, вот здесь бы шесть не помешало бы, да? Представьте, было гораздо теплее зимой, если мы покрыты шерстью, хотя бы, как те же самые гориллы, реклантаны, да? Ну, не появилось. А посмотрите на себя, у нас есть фурдиментальные волосы, да? А мы, дураки, взяли от нее и избавились. Конечно. Вот именно. Но это видно, кто-то там грешил, извините, заражение. В прямом и первом смысле слова. Так, почему у царевного человека шесть не появилось, а наоборот, наши предки от нее избавились? Почему у нас между пальцами есть остаточные перепонки? Ни у гориллы, ни у шимпанзе, ни у кого вы этого не обнаружите? Странно, да? Почему современный человек появился порядка 35-40 тысяч лет назад, а до этого, ну, за исключением Сибири, где был, раньше жил, ну, потому что не хотят исследовать, потому что Белораса жила раньше на этой территории. Я думаю, то, что я говорю, не появлялся. Почему? Извините, я прочитал одну статью, весьма любопытную, ну, здесь маленьких детей у нас особо нет, так сказать, исследования показали, весьма любопытное отличие. У всех млекопитающих мужской органы имеют хрящевую основу, стержень, которые являются нас несущим. У всех и шимпанзе, и горилла, и так далее. Только у современного человека этого нет. Да, это неважно, да? Вот понимаете, сколько даже физических, физиологических отличий, не говоря о том, что наша генетика, исследования генетики показала, что даже мы несовместимы с так называемыми неандертальцами, это факт, потому что нашли в Альпах замороженное тело неандертальца, в курсе об этом, да? Все слышали, в новостях, просто на газеты все пестрят огромными заголовками, что вот в Альпах нашли тело неандертальца, вмерзшего в лед, его генетику исследовали, и оказалось, что неандертальцы и современный человек несовместимы генетически. Так от кого же мы тогда произошли? Это ближайшие предки, так сказать, в кавычках, которые жили до современного человека, а остальные вымерли по 600-700 тысяч лет назад. О, как их завазывается. Наши предки вымерли 700 тысяч лет, потом где-то, где-то все это лежало неизвестно где, и кто лежал, не знаю кто, и в этом вдруг раз и появились, и заняли сразу все континенты, и формировались все четыре раза сразу, как они существуют, даже более чистой расой были, потому что еще не было смешений. Не получается по антропологии, по лентологии, что современный человек вышел из Африки, и что одна раса была, которая стала четыре. Не становится четыре раса, одна раса четырьмя. очень много и физиологических, и других отличий. Вы знаете, забавный момент, который могу сказать, в Штатах выпускается лекарство только для черных. Не слышали? Африкан-американ, то есть жители Америки африканского происхождения. Если белый человек эту таблетку возьмет, он может его убить, потому что метаболизм кардинально отличается этих двух рас. И то, что для представителей черной расы способствует положительный какой-то аспект, если можно лекарство положительное, то для человека белой расы это смертельно опасно. неплохо, да? Ну и так далее. Это не значит, что кто-то лучше или хуже. Кто лучше, павлин или лебедь, скажите мне. Кому-то может нравиться больше павлин, кому-то лебедь, но они лучше, они просто разные. Ладненько, дальше вопрос. И в общем, Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...